Здравствуйте. 13 января 2022 года, около 14 часов 40 минут, в Вологодском районе Вологодской области, на 480-м километре автодороги Москва-Архангельск, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя грузовым фургоном ИСУЗУ, при движении задел ковш следующего перед ним грузового автомобиля ИСУЗУ под управлением 43-летнего водителя, который занимался очисткой дороги от снега. После столкновения со снегоуборочной техникой, фургон отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в отечественный автомобиль Лады Гранта, за рулем которой находилась 33-летняя женщина. Гранту от столкновения развернула и отбросила на обочину. Женщину водителя зажало в искореженном автомобиле. Прибывшие на место происшествия спасатели, при помощи гидравлического инструмента помогли ей выбраться, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом голени, она была госпитализирована в областную больницу. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники дорожно-постовой службы призывают всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, исходя из сложившихся дорожных и метеорологических условий, отказаться от резких и необдуманных маневров, опасных обгонов и перестроений, которые могут привести к различным ДТП. Также призывают всех водителей во время движения в обязательном порядке использовать ремни безопасности и быть предельно внимательными по отношению не только к себе, но и ко всем участникам дорожного движения. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 13 января 2022 года, на российских автодорогах зарегистрировано 213 случаев ДТП. В них погибли 21 человек. Различные травмы получили 253, 23 из них дети. Будьте внимательнее на дороге, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения, берегите себя, всем удачи и добра.